Я больше хочу сказать, здесь есть контракт, когда персик, да, в данном случае, хотят крупный. Тогда он идёт на экспорт, тогда он оплачивается значительно выше, нежели мелкий персик. Представьте, вот дерево в цвету, вот вы видите, да, оно неубранный цвет. Если все оставим, представьте, какой здесь горох может быть. Это во-первых. Во-вторых, дерево, из дерева будут высосаны все соки. Оно быстро постареет. И я уверена, что в ближайшие пару лет оно плодоносить не будет. Поэтому, чтобы омолодить дерево, убираем лишние ветки. Оставляем только то, что будет необходимо. Именно эта задача стоит перед фермерами. Для того, чтобы их продукция хорошо оплачивалась по высокому ценнику, им необходимо убирать лишние побеги, лишний цвет. И чуть позже, более того, я хочу сказать, что чуть позже будет ещё и прореживание персиков. В данном случае обрезается при цвете и уже видят, что огромное количество соцветий. И сейчас уже часть убирают, часть. Почему? Потому что, возможно, будут ещё какие-то приморозки, какая-то часть отпадёт само собой, естественным путём. Но я уверена, что ещё, исходя из опыта прошлых лет, скажу, что огромное количество ещё приходится прорежать. Я обязательно покажу, в такой момент, мы придём ещё на прореживание персиков, покажу, сколько оставляют на самой, на одной ветке, чтобы вам было понятно. Договорились? Ну а сейчас давайте продолжим. Я тоже приехала на обрезку и сейчас тоже буду помогать тебе делать.